всем добрый вечер ну как обычно всех с прошедшими праздниками кстати да вот ну и ребят черканите там слышно меня видно ли ну думаю наверно видно а вот насчет слышно вот этот конечно всяко может быть вот слышно да хорошо спасибо хорошо все туда хорошо так ну и как обычно вопросы если есть какие-то вопросы может быть по билетам может быть еще где-то как-то почем то есть вопросы задаем задаем как раз такое время что нужно задавать вопросики немножко времени есть а так мы просто раз чуть-чуть не вписались учет огонится все-то мелочи вот а сегодня у нас еще две темы надо одну закончить и две еще начать закончить ну посмотрим как пойдет так что вопросов нет что ли всем все интересное понятно удивительно удивительно так ну ладно тогда если вдруг будут вопросики какие-нибудь будете задавать это по ходу по ходу урока а сейчас помните да у нас сегодня тема большая регулирование дорожного движения вот она вот она вот она вот закончили мы на вот этой вот картиночки вырезанного с двухсторонним движением и у нас сейчас пошли знаки отвечающие за железнодорожные переезды я рассказывал на прошлом зайти что если у нас есть забор это железнодорожный переезд со шлахбаума если на лесу он такой вот заборчик ну вообще его планировали поначалу планировалось не как забор а просто как железнодорожная полотна кусочки такие ну потом его заостыли верхушечки сделали заборчиком тоже нормально тоже хорошо это значит переезд со шлахбаума вот он вот так вот ну и если паровозик на лицо это железнодорожный переезд без шлахбаума вот он вот так вот у нас выглядит жизнь на дороге вот эту картиночку мы с вами еще поделим на прошлом занятии вот что тут у нас хорошо ну и поехали дальше ребята знаки однопутная железная дорога вот такая вот и многопутная железная дорога вот такая вот такие вот значки правила дорожного движения нам говорят определение однопутная железная дорога правила дорожного движения говорят что это железная дорога у которой всего две рельсы А многопутная железная дорога Это у которой 4 Либо же более Я когда-то на уроке Задал вопрос А как называется дорога Если 5 рельс Вот такой вот хитрый вопрос Вы знаете У меня как раз на уроке сидел немец Самый настоящий немец В Германии Они вместе пришли Он довольно неплохо разговаривал На русском языке Вот представьте себе Я говорю Он говорит так не бывает Он говорит бывает Короче Слово за слово поспорили Представляете Я в классе 28 человек Много людей Даже больше Потому что стульев не хватало Представьте себе Мы поспорили на бутылку коньяка Вот И что вы думаете Договорились с ним Я его поднес У нас на сортировке На сортировке Есть одно место Там такое Ну это еще до армии Помню я туда ездил Ну пацан молодой был Работал в АТП И с водителями Мы туда катались На халяву Соляркой заливались Там просто стоит Просто стоит пистолет Это самое В бак вставил Нажал его Он налил тебе сколько Сколько надо Ну времена такие были Когда никто ничего не считал Там то же самое И масло Вот И дизельное Масло Это хорошее Я масло брал себе У меня мотоцикл был Юпитер Там надо было масло И в мотор заливать И в бензин Я тогда тоже спросил У одного водителя А как так может быть А там понимаете Получается как Там действительно Пять рельс Четыре рельса А между ними Одна проложена И они получаются Практически на одном расстоянии Друг от друга То есть вот так вот Посмотришь Одинаково вроде Я говорю А что это за нафиг А мне что это да говорит Это говорит Понимаешь Загоняют два состава Вот так А по вот этой одной рельсе У них есть такая тележка На ней бочка С солидолом стоит И насосная станция И вот Два Человека Такой пульт Как Тельфер Тельферок На заводах Вот они Подъехали Колесной паре И один с одной стороны Другой с другой стороны И закачали туда солидол И дальше И вот состав стоит Там 52 Или там 58 Вагонов Стоит И вот они от начала До конца Их все проехали И ни одного Столба между ними Нет Вы же понимаете То есть четко Все Вообще Обалдеть Вот И потом Что делать Потом вот так Составы Вот так Меняют друг с другом Вот так Меняют их И по другой стороне Тоже Зашприцовывают Вот этот солидол Ну это Я знаю А немец Не знал Он когда увидел Он чуть не плакал Посчитал Он рулетку с собой взял Специально замерял Что-то там Представляете Он пытался там что-то Замерить Это самое И знаете И знаете В чем прикол Рельсы Видно Что по ним Ездят Ну представьте Тележка С солидолом Всегда капает Это самое Колесиками Это все Размлаживается Все это самое И там И там И там Везде попадает Этот солидол Вот Представьте себе Видно Державые Рельсы Четкие А он чуть не плакал Он как начал Говорить На немецком На русском На немецком На русском Лопотать Именно вот так Лопочет Вот он начал Лопотать Я говорю Ты не расстраивайся Он говорит Понимаете Я когда ехал Мне сказали Туда не надо ехать Там кошмар Там медведи Балалайки И водка Там это ужас Там все что хочешь Может быть Я не поверил Друзья Там все это чепуха Все это чушь Это люди Мне такая жена красавица Она такая культурная Все Говорит Это самое Я не думал Говорит Как Он чуть не плакал Как Я когда ему рассказал Он хохотал Он говорит Вы знаете Я когда увидел Я понял Что в России Здесь может быть все Ну в Украине Может быть все Говорит Я когда увидел Я понял Что я был неправ Но когда мне рассказали Что-то Я говорит Это самое Я понял Все таки Как вы меня купили Ну это вот шутка Конечно Ну на всякий случай Чтобы вы понимали Что две рельсы Однокутная железная дорога Просто крестик Если под крестиком Еще Есть палочки Такие Как пол крестика Вот такие Вот такого плана Вот такого плана То это Многопутная Железная дорога Так Ну давайте Сразу же Это мы уже видели Но вот это мы Еще не видели Вот она Однокутная железная дорога Видите как она стоит Вот так Еще может быть С светофорами Специальными Вот И пошли дальше Многопутные Ну это мы наверное Тоже видели Да По моему Такую я Вот эти Многопутная железная дорога Железная береза Сошла мало Многопутная железная дорога Вот Ну вот так еще Может быть Мы тоже это уже видели Вот А дальше А дальше Таблички приближения Помните я Вам говорил За эти таблички Что их В принципе Вы нигде не найдете В этом самом В книге Я не помню По какой картинке Это я показывал вам Что этих картин Что вы их просто Не найдете Почему Объясню Дело в том Что я не знаю Почему их убрали Вот именно Определение этих И убрали их с города Раньше в городе Было такое же приближение То есть Одна палочка Это 50 Две палочки Это 100 Три палочки Это 150 В городе За городом 100 200 300 Раньше было вот четко Вот так определено Сейчас 50 300 Вот так Ну они сейчас так 50 50 150 100 300 Устанавливается Справа и слева И с той и с той стороны Дороги Видите Вот на первой картиночке Видно впереди Два таких вот значка Вот Ну на этих картинках То не видно так сильно Ну здесь видно дорога имеет разделительную полосу Поэтому знаки стоят справа И по разделительной полосе Они направлены на нас То есть мы видим И заметьте К нам первым стоит здесь третий Три полосочки Да И знак Железнодорожный переезд Бешла Обама И в конце Видите На среднем рисунке Видите Одна палочка И тоже железнодорожный переезд Бешла Обама Вот Там где две палочки Уже знак не ставится То есть знак ставится в начале И в конце Предупреждая нас Что у нас живется Железнодорожный переезд Ну вот так еще может быть Вот так еще может стать Видите Вот так вот вот это вот ту шесть дальше знак дети осторожно дети хочу сказать честно и откровенно этот знак один из двух знаков которые дублируются расстается и через расстояние расстается еще раз почему объясню потому что ну это дети знак устанавливается обычно возле школ дошкольных учебных учить это само учреждение пту техникум а также детские оздоровительные консолярия то есть вдоль них всегда остаются эти значки предупреждают наши дети обычно они со знаком 40 обычно этот знак говорит о том что возможно выходите на другу ребят честно скажу сколько езжу сколько видел блин мы когда-то ехали по Морозово по Морозово а там есть школа перед Костычево там есть школа там техникум школа и ПТУ какой-то ну там дофига вот и мы ехали с учеником я говорю что это знакомо он говорит дети там все такое из учениц я точно не помню и мы что-то сделали надо быть внимательным посмотреть чтобы не было детей мы в четыре глаза смотрели как раз там заправка еще которую поставил в парке в заправку мы заправочку эту проехали второй знак проехали в четыре глаза смотрели ребят ну там ну ни кусту уже ничего нету и вдруг откуда ни возьмись летит мяч и за мячом летит в пингалет лет 7 8 он выскочил схватил мяч посмотрел на нас и побежал обратно но мы ехали потихоньку мы ехали там 30 км в час но хорошо никого это уже вторая половина дня была хорошо никого из летчиков не было а те которые там дорога хорошая дорога ну почти прямая считает честно скажу я был удивлен и ученик тоже был удивлен говорит елки-палки мы же смотрели я не видел я тоже говорю не видел и вот так вот выскочил вот такой постреленный забрал мяч и побежал обратно а уже ближе подъехали а там их еще человек 5 стоит мальчики и девочки тоже они мяч бусают там недалеко от дороги вот так вот представляете поэтому будьте очень-очень внимательны очень осторожны потому что дети это страшная вещь пеневские лаи по эту технику может быть такие вот картиночки вот велосипедная дорожка кстати заметьте две картинки картинки одинаковые ракурс разный здесь по ходу смотрим вот как а здесь вот такой с пешеходного перехода тебе интересно случайно нашел велосипедную дорожку вот этот значок вот он здесь стоит на первой картинке знак пешеходного перехода и велосипедная дорожка так далее вот если велосипедная дорожка вот есть пересекать вне перекрестка то преимущество имеет тот кто едет по дороге если на перекрестке вот видите тут опять же таки это велодорожка она пересекает вне перекрестка похоже или на перекрестке тут непонятно непонятно то это перекресток но скорее всего что это просто велодорожка судя по разметке то это полностью все вот эта вот большая проезжая часть это пересекаемо Это велодорожка. Далее. Выход на дорогу домашних либо диких животных. Домашние животные, запомните, это не обязательно коровы. Это могут быть овцы, куры, свиньи, гуси, утки. Все, что хочешь, может быть. Это все выходит иногда на дорогу. Кстати, между прочим, сразу хочу расстроить некоторых. Если вы думаете, что сейчас курочку бампером бамс и ужин, лучше не надо, потому что это будет очень дорогой ужин. Я объясню, даже если там не выскочит мужик с двухстволкой, из-за забора с какого-нибудь, то при ударе на скорости, даже на не очень большой скорости этой курочку или уточку, бампер летит в клочья. Скажу честно, это же не на Живулях железные бампера. А на машинах нормальных, они пластиковые, они очень быстро разлетаются. Ремонт такого бампера вам обойдется от 800 до 2000, в зависимости от машины. Это ремонт обойдется. То, я вам скажу честно, это очень будет дорогая курочка, поверьте мне. Поэтому лучше их не забивать. По поводу диких животных. Тоже возможны выходы диких животных на дорогу. Когда-то очень давно я работал в мастерской. Ну, в начале 90-х. Настала только мастерская была. Вот. И приехал клиент. Приехал на КамАЗе. Машину привез в кузове КамАЗа самосвалок. Представляете? У него Мерседес был, 123 кузов был. Вот. И вот он ехал, он рассказывал, ехал в Черниевскую область где-то. Вот. Лес справа, лес слева. Говорит. Ну, уже часов в 9 вечера, темно. Ехал сигаретку, курил вот так вот. Все нормально, как бы мы. Ну, ни о чем не думая. Дорога пустая. Колья. То есть, колья прокатанная до асфальта. То есть, знаете, как вот снег укатали, снег потом раскатался до асфальта. Говорит, еду нормально, спокойно себе. Ну, говорит, ну, ехал, ну, не за километра, говорит, 120, говорит, может, стол. Ну, в принципе, для Мерседеса это вообще не чувствительная скорость. Они тяжелые, вот эти 120 кузова. Ну, вес машины 2200-2300, вес машины. То есть, там, мотор мощный, его не слышно. Говорит, может, 120. Я, говорит, точно не знаю, сколько их курил. И в пепельнице, в двойстве кулисы находятся. Он, говорит, я в пепельнице сляхивал пепел. И огонек упал на коврик. Ну, я посмотрел, никого нету. Ну, я же наклоняюсь туда же за этим огоньком. Только ба-бах! Ё-моё! Говорит, я поднимаюсь, у меня, говорит, дырка вот такая, говорит, в этом стекле в лобовом. Я обалдел. Говорит, машина заглохла, все, пар такой поднимается. А я, говорит, понял, что я попал. Выхожу. Он включил аварийку. Выхожу. Какая-то, что-то тёмное валяется. Подхожу ближе. Олень. Представляете, он ударил оленя. Вот такой рог. Чтобы было видно, честно говоря. Видно, видно. Рог где-то сантиметров 50, наверное. Мне так не мог попадать. Большой. Рогом пробило окно. Говорит, если бы я сидел за рулем, не наклонился. Мне, говорит, от рога чётко в лоб. Насколько прошиб. Говорит, ну шо, говорит. Я встал и стою. И шо делать? Радиатор потёк. Блин. Шо делать? Едут какие-то, ехали сзади. Кто-то ехал. Я же начинаю тормозить. Говорит, да тащите. А кто остановится? Лес справа, лес слева. 90-е или 91-е годы. Представьте себе. Может зима с 90-е на 91-е. Может с 95-е на 92-е. Не помню точно. Вот. Ну, представьте. Ехали на встречу, тоже не остановились. Я понял, что мне никто не остановится. Закурился, встаю, курю. Говорит, я понимаю, что мороз крепчает. Я понимаю, что до утра я просто замёрзну. Печку не включишь, потому что машина не заводится. Тут раз КамАЗ какой-то останавливается. Мужик остановился на КамАЗе. Говорит, что ты стоишь? Что случилось? Говорит, я оленя сбил. Говорит, а где? Освежевал? Говорит, а что это такое? Говорит, ты что, не знаешь? Ну, что ты? Освежевал его? Говорит, а я не знаю, что такое освежевать. Говорит, ты что, гонишь? Говорит, откуда? Говорит, а с Харькова. А у вас что, оленей нет? Говорит, нет, у нас есть оленей, но мы так людей называем. Говорит, понятно. А где олень? Вот лежит. Говорит, ну, поможешь мне. Он там приподнял кузов. Они как-то веревка зацепили его Он как рассказал, он его ободрал Говорит, шкуру, голову За я, говорит, не смотрел Не приносит голову, на, тебе голова Сделаешь себе чучу Мужик, ты дурак? На хрена мне голова оленя? Говорит, чучу лазишь? Он, я шо, понимаю, как его делать А тебе она нужна? Говорит, забирай ее Говорит, ну ты, мужик Ты даешь, хоть ноги возьми Ножик сделаешь, ручку с ножем Говорит, мужик, ты Зачем мне это все надо? Говорит, ты сам откуда? Говорит, с Харьковым Говорит, ладно, я тебе помогу, пошли Цепляй, говорит, машину Кинулись машину тащить, а при ударе Зажало, крылом зажало колесо Сильно, ну колесо перенее не крутилось Он посмотрел, говорит, ну что Надо только грузить ее на машину Говорит, ладно, ты подожди, я сейчас поеду Мне там, говорит, знакомый друг хороший Серега, он крановщик Он, говорит, бухой в дрободан, но я его разбушил Ну, говорит, мы загрузили ему Этого оленя туда, в кузов, со шкурой Там на брезет И он уехал, я сел в машину Шапку надел, говорит, одеялка Марселевая была на себя накинут Сижу, говорю, дырку-то ряпочкой Закрыл, я понимаю, я лох Говорит, я понимаю, я лох Мало того, что машина разбита Лужище кровища, говорит, там кишки валяются Какие-то всякое фигня валяется Вот И никого нету, кроме меня Получается, что я убил какого-то человека Еще раз членил, а мои предельники Его увезли, и я сижу, как дурак Я понимаю, я попал Мне как лоха будет Сижу, говорю, нельзя что делать Я, говорит, понимаю, что мне хана Сейчас начинает потихоньку замерзать Тут бах, фары Едет кран Перегорожит дорогу поперек Камаз передо мной, говорит, остановился Развернулся, задом подъехал Мы подходим к этому крану Открываем дверь, вываливается Крановщик, мы его под ручки Цепляем, говорит Он нам пальчиком показывает Мы раскидываем мальтилапы Поднимаем его в маленькую кабинку Он этот, этот же крановщик Серега Показал там, что где, куда цеплять За что цеплять, короче Говорит, бухой, бухой С одного раза поднял И четко поставил Нигде, говорит, даже не поцарапал Я вам скажу, честно Мы когда вытаскивали эту машину с КамАЗа Я обалдел Представляете, спичечный коробок Если его торцами поставить Вот так он туда его загнал Спереди стояли колеса там КамАЗовские Ну просто шины Он их упер туда И привязали они потом это самое Он тросами привязал И как-то там, чтобы за борт Обвязал там В общем, не знаю, как-то они там привязали Чтобы она не выпала Вот И поехали Приезжают домой А я, говорит, залез в кабину К этому А, этот выпадает, Серега Мы не успели поймать Выпал с маленькой кабинки, упал Поподняли, его Он сказал нам Моги поубирали все Закинули его в машину Он в рыбе уехал А мы с этим хлопчиком Ну, не знаю, как он его назвал Говорит, я сел в машину Он мне дал термос А я прилип к нему Говорит, я не могу оторваться Короче Он, говорит, отхватил мне крышечку Говорит, оторвал этот термос Солил мне кофе А то, говорит, кофейка попил Или чай Приехали домой Там баньку уже натопило Все Говорит, попарился Говорит, трое суток Он ей, говорит, усидели После баньки вышли Он, говорит, отрежь себе мясо Говорит, на шашлык Он, говорит, в смысле Он, говорит, а я не умею Он, говорит, ну возьми же мясо Он, говорит, я не знаю, какое Он, говорит, а вы что, шашлык не едите Он, говорит, едим А как? Он, говорит, ну, зашел Там дай 200 руб шашлык А мне принесли а сами не делать ну тогда не делали действительно сами зачем из шашлычников была куча по городу бери захотеть тем более это все доступно не слон и не не слон и вообще в шоке как вы там вообще живете у нас людей так называем оленей у нас нет ну вот оленятину жарили на неделю и вот большая выворка как в школе знаете как в детских садиках такая 40-литровая вот такую выворку дал такого этого мяса жесть ну а что по машине посмотрели там там конечно удар был сильный ну попытались фехтовать посмотрели ну короче он привез в Германии кузов тогда растаможек же не было таких как сейчас привез кузов мы перебросили на кузов все что там можно было и все вот так так что вот так вот так вот и так тоже может быть поэтому ребята будьте внимательно осторожно значок просто так не поставят вот по поводу выход домашних животных вот коровы ходить коровы ходить овцы легко козы да они вообще не вопрос вот они что-то и дикие животные вот лось вышел на дорогу вот вот такое можно встретить даже да 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 вот такое тоже у нас у нас это практикуется попадается вот дальше следующий знак у нас это 137 дорожные работы все мы знаем это знак временный параде но что у нас впереди дорожные работы дальше к этим знакам тоже могут ну так это уже идут дорожному оборудованию вот таблички с полосатками это к дорожному оборудованию а знак у нас вот стоит дорожная работа без препятствия так дальше еще один значок у нас есть затор хороший значок придумали тоже то есть говорит там водителям о том что впереди нас может ждать ждать пробка если не хотим попасть в полку можем объехать по другой дороге в принципе по другой следующий знак прочие опасности знак устанавливается на аварийно опасных участках дороги то есть поверите что то этот участок аварийно опасный то есть там где часто встречаются аварий хочу обратить внимание вот здесь тоже такая вот другая картиночка и вот на верхней картинке справа которая у вас видите знак просто . то есть сейчас это то же самое что и восклицательный знак. Просто точка это знак прочей опасности. То есть, либо такой, либо такой, но это два одинаковых знака. В принципе, и тот, и тот действует, и тот, и тот рабочий. И вот следующий, последний знак. Конец дороги совершенствованного покрытия. То есть, о чем это знак говорит? О том, что все. Дальше пойдет грунтовая дорога. Самое интересное, нету знака начало дороги совершенствованного покрытия. Ну, нету нигде у нас знака такого. То есть, получается, как? С Польши заезжаешь на Украину, да? И перед Украинской таможней повесили знак. Конец дороги совершенствованного покрытия. Все по-честному. Все покрытие закончилось. Ну, это мы так раньше думали. Сейчас четко его определили. То есть, это дорога с разным асфальтобетоном, бетонным и битумным. Разным покрытием. То есть, называется усовершенствованное покрытие. Так, с этой группой знаков мы закончили. Знаки проявления. Устанавливает очередность проезда либо перекрестка, либо узких участков дорог. Устанавливается они проезд перед перекрестком или узким участком дорог. Исключение, знак 2,1 с табличкой 7,1, 1, 7,1, 2 может быть установлен заранее на перекрестке ожидаем. Знак 2,1, 2,2 То есть, вот такие вот значки. вот если главная дорога на перекрестке направления осознавляется табличка 7.8 ну сейчас я это все покажу глядно как это все выглядит знак 2.1 знак уступить дорогу вот так этот знак у нас устанавливается вот таким вот образом он говорит о том что передорога является главной по отношению к нашей и те кто движется по этой дороге движется по главной дороге может еще устанавливается вот так видите две дороги но у нас знак уступить дорогу поэтому тех кто слева мы должны пропустить то есть получается здесь знак правила правой руки не действует знак 2.2 знак на котором написано стоп это знак движения без остановки запрещено то есть этот знак обязательно обязывает нас остановиться я почему вот не сильно останавливался в этом то есть знак уступить дороге он не обязывает нас обязательно остановиться он говорит что главное мы же пересекать там дорогу главная дорога которая является главной по отношению к нам то есть как мы пересекаем перекресток нормальный перекресток как мы пересекаем это я взял короче ненормальные там перекрестки. Т-образные с поворотами перекресток. А если взять обычный перекресток, то что? Ну, как мы обычно делаем? Мы поедем, издалека видим перекресток. Сразу обращаем внимание, есть светофор или нет. Нет светофора, есть знаки. Какие? У нас знак уступит дорогу. Что мы делаем? Мы снижаем скорость. Проезжаем, подъезжаем перекрестку, слева смотрим. Если никого до середины, он, как правило, водитель сразу слева, справа посмотрел. Если никого нет, спокойно проехал. Если есть, остановился, пропустил. Все. Вот что нам говорит знаку уступить дорогу. То есть, если мы не мешаем, можем спокойно, не останавливаясь, проезжать. Но вот знак произвезоостановки запрещен. Вот этот знак нас обязывает остановиться, осмотреться и только после этого появления. Вот. Ну, тут маленькая памятка. Я специально подогрел, как из памятка. Есть знака движения без остановки и подъема знака два. Другой садим лишь за отличие. Другой без остановки запрещен, обязан владелец остановиться, чтобы уступить дорогу. Все. Обязательно на остановку уступления или у края проезжей части. Если уступать некому, то владелец все равно обязан остановиться и посмотреть по сторонам. Потому что часто в дороге, где применяется знак опасный. Знак может остаться перед опасными пересечениями, перед дорожными переездами и до других опасных участков. То есть, в принципе, полный набор того, что вам нужно знать об этом знаке. Вот он здесь, в этой вот памятке. Вот. Вот так он устанавливается. Видите? Вот. Ну, тут вот видите, совсем хорошо. Верхнагами лошадь, верхнагами трактор. Ну, нормально. Вот. Ну, тут более проще. Тут уже зима. Тут знак висит. На дороге четко определяет, что надо остановиться. Вот. А вот на железнодорожном переезде, как это выглядит. Тем более со знаком преимущество встречного движения. Вот этот круглый значок, где две стрелочки, друг на противного. Это знак преимущества встречного движения. Ну, мы сейчас к ним вернемся. Он устанавливается на узких участках дорог, определяя очередность проезда. Дальше третий знак 2.3. Знак главная дорога. Тоже, видите, небольшая памятка. Если по знакам есть табличка 7.8, то табличка показывает направление главной дороги. Это значит, что главная дорога не по прямой идет, а сворачивает в сторону. Верхний рисунок у нас просто главная дорога. Видите? И по прямой. А в нижнем рисуночке у нас главная дорога налево. То есть, вот эти троллейбус и легковой автомобиль, они находятся на второстепенных дорогах. То есть, мы едем по главной. Ну, и, естественно, памятник. Дорожная главная дорога означает главную дорогу. Водитель, который поедет по ней, имеет преимущество на всех регулированных перекрестках. Нерегулированных перекрестках. По умолчанию знак говорит о том, что главная дорога на перекрестке проходит прямо. Но часто большинство главных дорогов заворачивает. Это в случае со знаком дополнения называется табличка 7.8, на которой с жирной толстой линией четко указана траектория движения главной дороги. Ну, то есть, то, что я бы, в принципе, рассказал. Вот так у нас устанавливаются эти знаки. Видите, работает светофор, но знак главной дороги стоит. Для чего? Если выключится светофор, ну, свет вырубили, все, светофор вырубился. Вот тогда действуют знаки. Знаки приоритета. Вот так еще может стоять. Вот тоже. Знак 2.4, конец главной дороги, указывает на то, что преимущество проезда неерегулированных перекрестков утратило свою силу. Устанавливается в конце главной дороги. Если родители учили, что преимущество проезда неерегулированных перекрестков утратило силу. То есть, все, мы едем уже, пересекая лидию знака, мы получаемся уже на второстепенной дороге. Так, вот так еще может быть. Вот такой нонсенс, конец главной дороги и уступить дорогу. А вот тот, видите, с правой стороны стоит такой человечек световозащающий такой штучки. Это тот, который четко регулирует, контролирует, чтобы все водители выполняли действия этого знака. Вон, второй, с полосатыми палками. Так, вот так еще может быть. Видите? Выезд на перекресток с круговым движением, в круг главная дорога, назад уступи дорогу, конец главной дороги. Все четко. Так, и вот этот круглый язычок, который мы и видели. Преимущество встречного движения. Тоже спамят, видите? Преимущество встречного движения обязывает водеостанавливаться перед узким участком дороги для того, чтобы уступить дорогу в встречном автомобиле. Но здесь есть небольшое исключение. Если вы уверены, что встречный разъезд будет безопасный, то можете и не останавливаться. Например, если вам навстречу едет мотоцикл, то ширины прожечащей на опасном участке может хватить для одновременного производства. Ну, это нижняя картина. Видите, мотоцикл и легковой автомобиль хватает. А вот с грузовиком уже не хватит. Поэтому мы его пропускаем. Ну, еще будет стать вот так. Вот так. Ну, в данной ситуации из-за того, что дорожная работа. Видите, здесь показано сужение дороги, сужение дороги справа. Знак, что преимущество встречного движения. А дальше дорожная работа, ограничение скорости обман запрещен. Ну, и дальше дорожная работа и еще снижают нашу скорость. Знаки, снижающие скорость. Так. Поехали дальше. Вот такой вот значок это преимущество перед встречным движением. Вот вообще круглые знаки с красной каемочкой вот такой. Они, это как правило запрещающие знаки. То есть, мы должны понимать, что в данной ситуации это знак преимущества встречного движения. То есть, мы на красном, как бы социалами красной стрелочке, поэтому преимущество не путайте. Вот это знак преимущества перед встречным. То есть, мы имеем преимущество перед встречным движением. Ну, Ну и тоже памятка, преимущество перед встречным узким частотам перед движением к водам воде и кузовам, преимущество продолжения к встречным транспортным средствам. Не путайте знак 25 и 26 знаки, и метковый фон у Красного Кома, это отличный раз фон запрещающих знаков. Поэтому запомните, что Красная Кома вводит запрет, в данном случае запрет на движение, на встречу и транспортно-средства. Ну а синий фон знака ни к чему не обязывает, а скорее информирует об опасном участке и порядке проезда этого участка. То есть, ну вот такой вот, как бы этот самый, информация такая вот четкая. Ну как они стоят, вот смотрите, вот так вот, смотрите, вот преимущество перед встречным узким. Можно стоять вот так, вот он мостик, вот он значок, 20 тонн, это на мостик, для мостика. Так, с этими знаками у нас закончено. Мы закончили. С полиэтитом. Так, запрещающие знаки. Это знаки, которые будут какие-либо ограничения. Вот, в движении. Ну и тут тоже памятку мы вам закинули, вот такую вот, видите, вот. Знаки номер 3, 3 не распространяются на маршрутные, на инвалиды, на такси. Раз, два, ну вот они эти значки. Раз, два, три. Они не распространяются на маршрутные такси. Движение запрещено, движение механическое запрещено. Так, ну ладно, давайте, я может не буду сейчас это все, это все взято вот из вот этого примечания с пункта 33. Вот, и такси 33, 34, 33, 34, 33, 35, 33, 38. Тоже, если снизу обличку 7, 18, то я не говорю, понятно. А в зоике сбивают полосы или перевозящие группы людей, знак 3.3. Знаки перестают действовать в населенном пункте после оборезда перекрестка, в населенном пункте, если его нет, до конца населенного пункта, вне населенного пункта до знака в отмены, или начало населенного пункта 5.45, исключение запрет поворота и разворота. Знаки 3.22, 3.24, знак с надписью зона, знак есть запрещен. Вот, знаки запрещающие движение без остановки, здесь 40, 41, 3.43, знаки запрещающие движение пешехода и знаки запрещающие остановку и стоянку. Действуют только на пустовом доме, на котором они установлены, да, это да. Сочетание знаков 3.36, 3.37, время при остановке с зоной номером на другую с 19 до 24. При совместном применении знаковой разметки, запрещающих остановку и стоянку, действие знака действует до конца разметки. Если при применении по знакам табличек зона действия, таблички 7.27, 7.6, знак действует на расстоянии, указанное на табличке. Так, вот это такая была памятка. Вот эти все знаки запрещающие, вот они, вот они знаки с надписью зона, ограничение скорости и зона стоянки. Вот, далее, первый, самый первый знак, движение запрещено, тоже с памяткой, вот этот знак запрещает движение любого движения. Применция для того, чтобы движение любого транспорта по участку, который обозначен данным знаком. Знак тренинг не распространяется на маршрутных транспортных средствах, движущиеся по установленным маршрутам. Не просто от маршрутка закончил работу и попер, нет, ни в коем случае. На водителей, проживающих или работающих в обозначенной зоне, а также обслуживающих предприятия, учреждения и организации, расположенные в ней. На водителей инвалидов 1-2 групп, а также к транспортным средствам, которые перевозят таких инвалидов. То есть, вот это вот то, что у нас касается этого знака. Вот так это выглядит в действии, видите, знак движения запрещено. Зона парковки и зона пешеходного здания. Значки вот такие. Далее, может быть, вот так. Видите? Движение запрещено в слегке показов влево и вправо. Движение запрещено в субботу и воскресенье с 10 до 22 до лево. Ну, и название выводится, что-то крещатик. Так, дальше. Движение механических транспортных средств запрещено. Для того, чтобы понимать, вот когда такая машинка существует, это значит, что все, что имеет мотор, под этот знак ехать запрещено. Ну, тут памятка такая же, да? В принципе, для того, чтобы движение всех механических транспортных средств. Наличие двигателя, причем объемом не менее 50 сантиметров, способность видеть конструктивно, то есть определенным производителем скорость превышающей 50 км в час. Знак не распространяется. Она маршрутная, движущаяся по установленным маршрутом, на водителей, производящих, работающих, обозначенные знаками, а также предприятия учреждения организации, расположенные в ней. Водители инвалидов 1 и 2, а также транспортных средств, которые перевозят таких инвалидов. То есть, это все, в принципе, то же самое, что и движение запрещено. Вот так можно стоять. Ну, и вот так вот стоять. Только тут, видите, во время гололюда. Большой уклон. Во время гололюда движение механически запрещено. Так, дальше движение грузовых запрещено. Если на грузовых имеется в виду более 3,5 тонн. Если на машинке на кузове, видите, как на картиночке написано 8 тонн, в данном случае 4,5 тонны, да, то в данной ситуации имеется в виду, что свыше 4,5 тонн движение запрещено. От 4,5 и выше. Движение грузовых запрещается. Сажиренная максимальная масса дороги на присутствии. Вот так это еще будет, видите. Вот так. Так, следующее. Движение с прицепами запрещено. Вот. Хороший интересный этот самый. Знак вообще вот такой вот большой. Я написал, нарисован грузовик с прицепом. То есть, вот такой знак редко встречается, вы его практически не встретите. Ну, иногда бывает, но редко. В основном вот такие вот большие. Вот. Как бы для дорогого звука, для грузовиков. Вот. Ну, это не значит, что грузовики это все с прицепом. Ну, вот памятка. Запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа. А также буксировка механических транспортов. То есть, сюда же попадает и буксировка. Под этот знак запрещено. Машина машину тащит. Запрещено. Легковой автомобиль с прицепом не попадает под действие знака. Движение запрещено. С прицепом запрещено. Важно помнить об этом обстоятельстве. Это обстоятельство. То есть, в принципе, грузовики и трактора. Мы легковые. Если мы тащим легковой прицеп. Ну, до 750 км. То есть, для нас этот знак не действует. Так, ну, вот так это может быть установлено. Видите, вот движение с прицепами. Вот еще одна. Памятка такая вот есть. Дальше. Движение тракторов запрещено. То есть, ну, вот такой вот, да, значок. Вот такой может быть еще значок. Помните, я показывал картинку, где знак, где трактор перевернутый вверх ногами с лошадью был. А вот уже поставили нормально. Может, это наоборот сначала стояло нормально, а потом взяли и сделали так, чтобы они вверх ногами были. Ну, вот так. Вот. Вот так. Все. Поехали дальше. Дальше. Запрещено движение мотоцикла. Вот. Правда, тут еще есть и мопеды. Ну, сначала мотоцикл. Запрещено движение мотоциклов с боковыми прицепами, люльками, без колясок. А также мотоколясок, трициклов, квадроциклов. Именно вот здесь же мотоцикл собрало предусматривать реальную возможность для того, чтобы попасть на запрещающиеся. Дело в том, что с разом ПТД вы едете мотоциклов в пешем режиме, деляющийся в мотоциклов перед собой. Превращается в пешехода. Вот. Так что... А что бы говорит знак? К тому, что если вы едете на мотоцикле, выделите такой знак, можете слезть с мотоцикла, провести какое-то расстояние. Вот. Повернуть куда вам там надо и сесть, поехать дальше. Но я вам этого не говорил. Честно. Не говорил. Вот так это выглядит в жизни. Видите как? То есть, видите, заезжать на парковку запрещается. Хотя парковка и есть. Вот. Вот так еще может выглядеть. Видите? Че? Движение запрещено. И дальше категория. Грузовым автобусом запрещается. И мотоциклом тоже. Так, дальше мопедов. Движение мопедов запрещено. Ну, вот тут куча мопедов всяких. Тут скутеры, мопеды. Вот. И значок. Пешеходная зона. Дальше. Движение пешеходов и велосипедистов. И движение мопедов запрещается. Такой тоже значок есть. Ну, и в жизни может быть еще вот так. Вот так. А, это движение велосипедистов запрещено. Хо-хо. Это уже следующая картинка. Вот. Вот так еще может быть. Велосипедная дорожка. Дальше бам. Движение велосипедистов запрещено. Слазь с коня и веди пешком. Вот. Движение пешеходов запрещено. Вот тоже такая ситуация. Видите? Ну, здесь табличка. О, рух пешеходов по протоложной стороне в области. То есть, вот он пешеходный переход. Мы подходим к пешеходному. Мы читаем табличку. Переходим на другую сторону. Идем по пешеходному переходу. Потому что с этой стороны пешеходного перехода нет. Дальше. Может еще вот так быть. Ну, тут вообще заборчик стоит для пешеходов. Ну, что показывает, что пешеходам переходить нельзя. Ну, у нас же пешеходы для того, чтобы появлялось желание. Ну, видите, там спереди стоят какие-то непонятно кто. То ли работники, то ли пешеходы. Вот. Что мне было желание перебегать на такой дороге. Дорога, имеющая четыре полосы или более. Тем более, дорога рожденная. Так, поехали дальше. Движение с тележками запрещено. Честно скажу, ну, это, конечно, жесть. Такой лизачком лет 15 назад надо было вокруг барабашова, как раз вставлять. Через каждые 50 метров. Потому что, ну, в час пик невозможно было проехать. Где-то с 12 до 3. Ужас просто. Они с этими телегами, здоровые, нагруженные товаром. Тащат. Один или два человека идут. Тащат. Занимают полдороги. Машина сзади скапливается. Толпа стоит. Ужас. Так. Честно сказать, нашел. Такой вот рисунок с тележками. И нашел еще вот такой вот рисунок. Все. Движение с тележками запрещено. Ну, это где-то в Пионерском районе. Я как понимаю. База отдыха какая-то. Вот. Так. Дальше. Движение грузовых повозок запрещено. Ну. Может быть вот так. Вот так. Ну, или вот так. Вернул назад ту картинку. Помните, да? Так. Далее пошла категория автомобилей, перевозящих опасные, взрывоопасные, ядовитые вещества. Вот. Движение автомобилей, перевозящих опасные грузы. Я, по-моему, на первом занятии должен был вам рассказывать, что это за машины, перевозящие опасные грузы. Опасные, взрывоопасные, ядовитые вещества. То есть, для того, чтобы перевозить такие вещества, нужно иметь разрешение. Допуск. Допуск, опять же, выдается подразделением ГАИ. Опасным веществом. Это называется АДН. Вот, сейчас. У нас, значит, я рассказывал, да, что есть дороги, которые у нас созданы. Богус на Редканале, не рассказывал. А, ну, напомните. Я рассказывал, как производится перевозка этих грузов. Ребята. Напомните. В чат черканите. Рассказывал, или нет, что это за перевозка опасных грузов, как она производится? Не рассказывал. Хорошо. Я понял. Значит, ребятки, давайте тогда сделаем проще. Давайте я сейчас расскажу. Ну, смотрите. Для того, чтобы перевозить такие грузы, нужно иметь разрешение на перевозку таких грузов. Опасных, взрывоопасных, ядовитых. Значит, где берется разрешение? В каждом областном ГАИ. Есть служба начальника дистанции пути. Служба начальника дистанции пути. Так вот. Для того, чтобы перевозить такие грузы, вы должны иметь разрешение начальника дистанции пути. Вы приходите, вы даете заявку, там, так, и там, вот, если вам интересно. Вот. Вы получаете разрешение. И они же прокладывают вам маршрут от точки А в точку Б. То есть, эти авторомилии, привозящие опасные, взрывоопасные для этого вещества, они не должны заезжать в крупные населенные пункты. Как же тогда происходит доставка этих опасных грузов, ребят? Я объясню. После Второй мировой войны, после Отечественной войны, вот, на территории Украины было очень много городских частей. И было построено много эшелонированных, сильно эшелонированных, оборонных, много эшелонированных линий обороны. То есть, каждая воинская часть имела подъезд к своим пунктам дислокации на случай войны. Так вот, эти дороги, которые шли от воинских частей, они проходили вдалеке от... Эти дороги специально прокладывали вдали от населенных пунктов. То есть, старики еще, такие древние старики, в селах еще помнят, что... Да, когда-то в молодости помню, там жужжала техника, они там где-то ездили. Но дорога там, она страшная, там убитая, все. По ней давно из нашей никто не ездит, потому что она непонятная, куда, куда идет, непонятно. Вот, и она неудобна, в общем, никто туда и не ходил. Ну, то, что и нужно для армии, скрыть с глаз. Вот, так вот, эти дороги строились с расчетом, чтобы дорога выдерживала весь станок. То есть, 40-50 тонн. Вот. По этим дорогам, вот у начали кондистанции пути, есть карта этих дорог. Так вот, по этим дорогам пускаются такие грузы, минуя круглоселённые пункты. Естественно, что многие неселённые пункты, возможно, объехать нереально. Ну, хотя и реально. Это мосты совсем другие, неизведанные, незнакомые. Эта дорога очень натрубана, убитая, потому что её много лет никто не ремонтирует. Вот. Никто по ней не ездит, но она, по этому, разрушается. Вот, по этим дорогам ездят такие машины, перевозка опасная груза. Ну, скажем так, бензовозы, это тоже перевозка опасная груза. Но они ездят, как попало, и где попало. Но у них немножко другая категория. Ну, сейчас буду там рассказывать о табличках в конце нашего обучения. И там есть специально на таких машинах ставятся таблички. Характеристика груза. Вот. Так вот, бензовозы, они имеют дозвил заезжать во вселенные пункты. Остальные машины, перевозящие, действительно, опасные какие-то грузы, им нельзя. Так, вот такая вот ещё картиночка у нас. Видите, тоже баллоны. Тоже перевозят опасные грузы. Взрывоопасные грузы. Видите, вот нашёл я такую вот картиночку. Видите, дорога. Объезд препятствий либо справа, либо сьё. Может туда, может туда поехать. Ну, и вот такой рисунок может быть, понятно. А вот табличка, о которой я говорил. Ну, видите, вот категория, классификация груза. Перевозящие взрывоопасные грузы. Ну, и вот такая вот последняя картиночка. Вот тоже, видите, она не очень чёткая. Она просто очень маленькая была. Она дыша не очень маленькая. Я немножко растянула, она стала такая вот нечёткая. Так, далее. Ядолитие вещества. То есть, вот, перевозящие, завозящие в воду запрещено. Вот. Вот такого оклада. Ну, вот так оно может восстать. Вернее, только, вот видите, кахорская ГЭС. Запрещено движение в автомобиле. Так, поехали дальше. Запрещено движение в ТОС, за счётом максимальной массы, более чем на знаке. Вот, видите. Двадцать четыре тонн. Видите, вот, вот оно значимое. Вот. То есть, запрещается ехать на машине. Но, если у нас, допустим, большой грузовик, десяти тонн. Да, там, то движение автомобиля с расшённой максимальной массой, больше чем на знаке, запрещается. До семи, да, ради бога. Выше нельзя. Вот так ещё может быть. Ну, тут ещё с расшённой максимальной, больше чем на знаке. И второй значок. Запрещено движение грузовых автомобилей с нагрузкой на ось больше, чем показано на знаке. В данной ситуации пять тонн. Нагрузка на ось. Я не беру картинку, на картинке там семь, но беру пять. Вот, видите, пять тонн. Теперь вопрос задам вам. Вот, давайте возьмём КАМАЗ. Ну, запрещено из КАМАЗа десять тонн. Представьте себе, КАМАЗ, десять тонн груза. И КАМАЗ. У него три моста. Два передних колеса, два средних и два задних. Вот это мост. Каждая из этих пар, это является мост. Три моста на КАМАЗе. Вопрос. Жду ваших ответов. В Телеграме. Разрешено ли этому КАМАЗу ехать под этот знак? Вот такой вопрос. У КАМАЗа три моста. Видите, как-то. Мини разошлись. Вот, Ксения пишет, нет. Артём пишет, нет. А что, а что так мало остальных? Ну, вообще, не говни-то само. Прямая себе десять тонн. Ну, да. Все равно маловато. Кто-то, Филоник, не хочет отвечать. Ладно. Ребятки, а почему написали? Вот, Артём, почему написал нет? А вы можете сказать для нас всех? Ладно, Ксению не спрашиваю. Ну, потому что, может, это подсказал ей кто-нибудь. А может, просто... Ну, так вот захотелось. У женщин это всё по-разному. Вот. Почему нет? Объясните. Мне просто интересно. Нет. Причём весь оси. Имеется в виду нагрузка на каждую ось. То есть, нагрузка больше пяти тонн. Дальше ехать нельзя. Вот. Сразу ладно. Ладно, ладно, ладно. Ну, хорошо, ладно. Я понял. Давайте я объясню. Да, нагрузку на все три оси. Ребят, давайте я объясню, наверное. Делал наш вопрос с подвохом. Я не все данные вам сказал. Сам КАМАЗ, он имеет три оси. Да. Три оси это 15 тонн. А у нас РУЗа 10 тонн. Всё вроде правильно. Но мы забыли одну маленькую составляющую. Пустой КАМАЗ весит 7,5 тонн. Я об этом не сказал. Ну, это просто, ну, может, сволочность моего характера. Может, такая. Может, ну, вот, вот. Вот, может, я бы хотел проверить вас на внимательность. Может, ну, такая вот. Ну, просто не сказал. А вы не додумались. Хотя, вот, некоторые, да, додумались. Ну, может быть, просто угадали. Видите, просто каждый автомобиль уже тоже вес имеет. Правильно? Легковой автомобиль вес имеет. Помните, я сегодня говорил, Мерседес какой-то с 127 кузовиком. 2,300. Опа. 2,250, 2,300. Знаете, почему? Знаю. Потому что у нас стояли подъемники польские винтовые. И вот это заразу мы поднимали, наверное, винтового. Он еле-еле поднимал. Хотя у него вес максимально 2,5 метра. Он еле его поднимал. Они очень тяжелые, эти старые Мерседесы. Поэтому, скажем так, молодцы. В принципе, ну, как бы, думали правильно. Но чуть-чуть я же, я схитрил, поэтому, возможно, может, из-за этого. Вот если бы я сразу сказал, что вес пустого кармаза 7,5 тонн, тогда бы точно сказали, что не-не-не-не-не, под этот знак 5 тонн на оси запрещено. Видите, ну, я не сказал, я схитрил. Так, а вы не спросили, как они ставят, как этот знак на оси ставится. Вот так вот, видите, тут 3 тонн на оси, такой вагончик поехал. Может стать 5, может стать 6 тонн, видите. Ограничение массы, приходящейся на ось транспортной оси. Ну, такая маленькая памятка. Вот. Используется для того, чтобы запретить движение любых транспортных оси, которые имеют фактическую массу, приходящуюся на одну ось, больше, чем указано на дне. То есть фактическая масса. А фактическая масса у нас это что? Это сам грузовик, плюс груз, плюс водитель. Вот это вот все. Знак меняется на мостовых, эстакадных, пультипроводных сооружениях и определяет способность дорожного полотна и опорной конструкции выдерживать соответствующую знаку нагрузку. Видите, вот тут 10, 7, 8. Для двухосной техники, для трехосной техники. Ну, это, конечно, бред. Вот это вот таблички, какие таблички я не знаю. Но вот видите, как она помалевывает чертишку. Вот на нас училась картинка там, где 9 тонн. Нагрузка, грузоводительность моста, нагрузка на ось 5 тонн. Вот. Дальше. Запрещено движение транспортных средств с габаритной шириной больше, чем показано на знаке. В данной ситуации, на картинке у нас написано 2,2 метра. Ширина, габаритная ширина. То есть, если больше, чем 2,2, этот мостик у нас не выдержит. И 2,5 тонн на самогрузку. Так. Далее. Запрещено движение с габаритной высотой. Габаритная ширина и габаритная высота. Больше, чем на знаке. Вот она, габаритная ширина. Мы уже картинку вот увидели. Габаритная высота, но где она у нас обычно, на железных дорожных переездах. И там, где у нас есть мосты, которые мы проезжаем под мостами. Под эстакадой и вот такой уголок. Вот там вот это может еще быть. Так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Где у нас это? Я уже... Вот она, да? Так. Далее. Габаритная длина больше, чем на знаке. Запрещено движение. Габаритная длина. Ограничение длины. Запрещается движение транспортных средств. Составов транспортных средств. Габаритная длина, которая с грузом или без груза, больше указана на знаки. Для того, чтобы избежать заторов на узких участках дороги, создан специальный знак ограничения длины. Он запрещает движение транспортных средств. Или составов транспортных средств. Если длина с грузом или без, составляется величину больше, чем указана на знаки. В данной ситуации, например, 10 метров. Ну, может быть, 15-20. Вот так это выглядит у нас в жизни. И, видите, может стать еще вот так. Помните вот эту картиночку? Вот, мы уже видели. Встречалась вот эта картиночка. Тут еще с гармошкой. Грузовичок такой, непонятно, перевозящий людей. Дальше. Вот такой вот еще значок. Ограничение минимальной дистанции. Вот, запрещено их дистанции меньше, чем на знаке. Хороший знак. Но дело в том, что, как определить в дороге дистанцию уже на 70 метров, очень сложно. Очень-очень сложно. На глаз более-менее четко предъявить. Это почти невозможно. Все равно будет либо меньше, либо больше. Ну, и памятка. Ограничение минимальной дистанции. Запрещает движение транспортной средствой. Дистанции между ними меньше указанных знаков. Знак имеет зону действия, предписанную правилами. Он начинает реализовывать свою запрещающую функцию с места установки и действует до ближайшего похода движения в перекрестках. До конца населенного пункта, обозначенного соответствующими знаками, где конец всего. До места установки знака 3.42, конец зоны всех ограничений. Это любимый нами, всеми водителями, супер знак. Конец всех ограничений. Вон он там вдалеке, вдалеке такая, кругленький. Внутри беленькая. И вот так 3 или 4 полосочки перечеркнутые по диагонали. Сейчас мы к нему дойдем, он там ближе в конце будет. Так, как оно устанавливается? Смотрите, 200 метров минимальная дистанция. Почему? Потому что едут по льду реки или озеро или реки. Ну, река, наверное. Вот. По льду реки, поэтому гололед скользко, поэтому дистанция не меньше 200 метров. Ну, вот тут этих джипов меньше, чем 200 метров, мне кажется. Дальше. Может еще вот так установиться. Видите, мост. Всего-то вот так мостик. Вот. И табличка внизу протяженность участка. Вот. Ну, так на картиночке еще может быть. Вот тут 70 метров. И меньше. Дальше. Еще один знак, который вы видите, называется кирпич. Въезд запрещен. Запрещать въезд почти всех транспортных средств в данном направлении. В общем, под кирпичей ходить нельзя наказать. Это решение право. Это не у нас. Хотя, в определенных ситуациях, подознать, могут проезжать маршрутные транспортные средства, движущиеся к установленным маршруту там. Вот такая вот памятка есть у меня. Это знак предназначения для водителей. Знак запрещения движения всех транспортных средств в данном направлении. И тут вот такая памятка. Красный круг, на нем кирпич. Вам в пути встречается. Это значит, в это место ехать запрещается. Ну, вот такой вот кирпич. Ну, а в жизни это выглядит вот так. В принципе, сразу хочу сказать, видите, все машины в одну сторону. Можно предположить, что оттуда одностороннее движение. Может быть, вот так. Смотрите. Выезд с подземной парковки. Показывает знак, что там езжать запрещено. Оттуда выезд. Может, еще быть вот так. На всякий случай, потому что здесь выезд со двора. Чтобы налево никто не повернул, там такой вот знак поставили. Ну, и дальше у нас пошли стрелочки на круглых знаках. Вот. Вот такая. Поворот направо запрещен. И у нас есть такая вот памятка. Каждый выезд должен помнить, что знак поворот направо запрещен. Запрещает поворот только поворот направо. И разрешает движение во всех других направлениях. Иными словами можно проследовать прямо налево и на разворот. То есть, только направо запрещено. Опять же такие. Видите, как тут хитро вторая картинка нарисована. Если дорога имеет разделительную полосу или несколько разделительных полос, то знак действует только на первое пересечение. Дальше знак не действует. Видите, вторая картинка, самая нижняя. Показано стрелочкой зеленой, что в первый поворот красный нельзя, а во второй да пожалуйста. Вот. И памятка. Поворот направо запрещен. Распространено свое действие именно на пересечении, а не на перекресток. Ведь сам перекресток может быть образован далеко не одним пересечением проезжих частей. При этом на первом пересечении знак будет отработать. А на второе и следующее пересечение его действия распространяться уже не будут. Ну, это более актуально. Заг в поворот налево запрещен. Ну, вот так это выглядит в жизни. Вот так еще может быть. Видите, вот. Движение прямо и направо. Но стоит знак в поворот направо запрещен. А дальше к кому? Ну, за рекам и автобусом все четко. То есть легковушка можно поворачивать? Да пожалуйста, не вопрос. Выполняй предписывающий знак движение прямо и направо. Вот так еще может быть установлен. Видите, тоже на светофоре. Но поворот направо. То есть перекресток какой-то направо поворачивать нельзя. Дальше следующий значок у нас поворот налево запрещен. И тоже памятка. Водитель сфотографирования с правом дорожного движения не будет паниковать по соответствии с данным знаком. Он четко знает, что знак в поворот налево запрещен. Запрещает только левый поворот. И ничего более. То есть под этот знак поворачивать запрещено. А разворачиваться можно. Развернуться можно, а вот поворачивать нельзя. То есть можно ехать прямо, направо, на разворот. Налево ехать запрещено. Опять же таки, этот знак действует на пересечении проезжих частей. В данной ситуации показано на картинке перекресток. Где всего одно пересечение. Которое имеет два направления движения. Ну, обоим направлением движения. Но это является пересечением. За перекрестком он уже не действует. Если дорога имеет разделительную полосу в виде клумбы. То этот знак будет действовать только на первое пересечение. На второе действовать уже не будет. Вот так вот еще. Ну, это для особо непонятливых. Походу это для русских. Они у нас такие. Чтобы понимали, что знак не знаешь, ты хоть читай. Вот еще. Может быть, вот так. Ну, это картинка, когда она увеличена. Какая-то первая с этим. Следующий значок у нас. Разворот запрещен. Знак запрещает только разворот. Но поворачивать налево можно. Ну, для того, чтобы было понятно. Вот вы видите такой знак. Представьте, что вы ехали по дороге с односторонним движением. Вы ехали к перекрестку. И перед перекрестком вы видите такой знак. Конечно же. Ну, как можно развернуться и ехать навстречу одностороннему движению. Ну, то есть, как бы это... Вот, ну, к примеру. Например. Вот, вы поняли, да? В жизни это выглядит вот так вот. Разворот запрещен. Кстати, место смахи вот очень у Запорожья. Или на Нелетопа что-то такое. Так, поехали дальше. Вот так еще может выглядеть значок. Видите, вот тут с правой, с правой верхней уголки стоит такой вот значок. Разворот запрещен. Ну, скажем так. Здесь есть разрыв. Вот стоит машинка с поворотом включена. Есть разрыв. Но развращиваться запрещено. Оттуда можно видать, а отсюда нет. Так, ну, чтобы не произошло каких-нибудь аварийных ситуаций. Следующий знак. Это, наверное, один из самых ненавидимых нами водителями. Но встречается он, как правило, в ненаселенных пунктах. В населенных пунктах встречается редко. А в основном в ненаселенных пунктах. Это обгон запрещен. Скажу честно, откровенно. Под этот знак советские, русские, украинские гаишники, гаишники, полицейские, нет, эти ленивые. А вот гаишники под этот знак обязательно где-то в лесопосадочке ставили машинку. И стояли, отслеживали всех, кто выполняет обгон. Кстати, вот здесь вот хорошая памятка. Почему? Потому что под этот знак, он разрешается, тихоходного транспортного средства, движущегося со скоростью не более 30 км, до 30 км в час. Ладно, давайте прочитаем. Обгон запрещен, запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных, вружевых повозок, мопедовых, двухколесных мотоциклов без коляски. Первое исключение, вы можете проигнорировать требования знака при обгоне тихоходного транспортного средства. Подводные тесты должны быть сзади, собжены специально подводительные знаки в виде красного треугольника, с каймой, желтого или красного цвета. Видите, вот так, как на тракторе. Обгон это опережение одного или нескольких движущих транспортных средств, связанных с выездом на полосу встречного движения. Напоминалочка. Второе исключение, знак, он запрещен, не действует в отношении обгона к живой повозке. Ну, скорость очень маленькая. И третье исключение, обгонять велосипеды, мопеды, скутеры, а также мотоциклы, бокового прицепла, коляски. Без коляски. То есть, вот такие у нас памятки есть. Ну, и как применяется, картинку мы все видели уже. Вот такая картинка может быть, тоже может быть. Ну, и вот третья вот такая вот картиночка. Много картиночек, где был запрещен. Видите, стоя значок, показал, что обгонять запрещено. Вот. А почему на нижней картиночке запрещается? Потому что сплошная линия, которая пересекать запрещена. Хотя, хотя, хотя в данной ситуации, видите, показали, что можно. Потому что скорость тихоходного транспорта на сайте не позволяет. И ширина дороги не позволяет за это движение. Ну, то есть, отдали дорогу. Вот поэтому, может, их такие можно понять. Так. Это в виде исключения. Кстати, пересекать сплошную линию тоже. Так. И вот так это в жизни. Но в данной ситуации обгон запрещен, потому что убита обочина. Вот. Далее. С этим обгоном закончено. В конце участка, думал, стоит знак конец зоны запрещения обгона. Вот. Вот так. Оставали вживую. Ну, может, еще валить вот так. Какие-то просто нечеткие. Следующий у нас знак. Обгон грузовыми запрещен. То есть, грузовиками. Имеется в виду грузовики. Это совершенно максимальная масса более 3,5 тонн. Это грузовые машины, которые можно эксплуатировать только с водительским водострелением, как и более С. Или С1. Так. И вот эта памятка. Разрешается грузовым автомобилем. Совершенно максимальная масса более 3,5 тонн. Запрещается обгон всех транспортных средств. Иными словами, другие транспортные средства, не попадающие под данную характеристику, могут игнорировать этот знак. Так как его действия на них не распространяются. Знак начинает запрещать обгон с места своей установки. А зона действия знака, действия его ограничения, следующими участками дороги. Место установки знака 3,28, конец зоны запрещения обгона рузовым автомобилем. И второе. В ближайшем по ходу движения перекрестка, место установки знака, конец населенного пункта, место установки знака, конец зоны всех ограничений. То есть вот, когда знак прекращает свое действие. То есть, вот он этот значок. Конец зоны запрещения обгон с зоном автомобилем. Вот такой вот, видите, есть. Мы сейчас к нему дойдем Вот этот значок Вот Конец зоны запрещения В частности, смесь затылки знака Для грузово-хвата, не завершающей максимальной массой Более транспортов, отменяется Запрет на облон любых транспортов Среди ранее входимые Введенные знаками 27 облонов за вынезапрещен Ну, вот так это выглядит Как бы уже Так, дальше Наверное, самый ненавистный знак Это ограничение Максимальной скорости Сразу же, это, наверное, самый ненавистный знак Потому что под этот знак И уже стоят полицейские По всем дорогам, особенно В ненаселенных пунктах, они везде стоят В городах еще не стоят Не сильно стоят, практически не стоят А вот за городом стоят везде Так, как это выглядит Вот так И сразу кому? Легко вам автомобиль То есть, ружейка можно ехать Не свыше 70 Далее, вот так еще может быть Дети 40 ограничений Может быть вот так Фотофиксация Присоединение давности второстепенной Ограничение скорости 70 Ну и может еще быть вот так С знаком дорожной работы Действует до отменяющего знака Вот он Конец ограничения максимальной скорости Ну или до всеми нами любимого дорожного знака Конец всех ограничений Вот Зона ограничения максимальной скорости Квалификация знака зоны С ограничением максимальной скорости Гласит С места его непосредственной Установки водители Любого транспорта Запрещается Состров, превышающий Установленный Знаком Лимит Требованияets Знака зоны С ограничения максимальной скорости будут действовать исключительно для места установки знака конец зоны с ограничением максимальной скорости вот, конец зоны с ограничением максимальной скорости необходимо помнить, что этот знак отменяет прежний режим и не дает права двигаться с неограниченной скоростью вот, то есть стоит знак зона 30 значит в конце будет стоять конец одно хочу сказать в правилах, я не помню, в билетах есть или нет эти знаки становятся на расстоянии не больше 2 километров если не ошибаюсь вопрос такого нет в этих билетах нет а еще может выглядеть вот так вот видите, зона 10 километров то есть это заезд на заправку, скорее всего 10 километров и при выезде будет стоять конец вот знак зона знак конец зоны ну, картинка другая не та, правда картинка не та вот, блин ладно, вот, вот, вот вот та конец 10 когда мы выезжаем с заправки дальше подача звукового сигнала запрещается это кто-то оживет кто-то мне полазил все бы перепутал подача звукового сигнала запрещена это тоже интересный знак запрещается пользоваться звуками сигнала кроме тех случаев, когда сигнал продается для продвижения ДТП знак установки для больниц, детских учреждений и так далее квалификация от знака невероятно проста он запрещает подачу звукового сигнала кроме случаев предотвращения ДТП то есть о чем это говорится если у нас знак на белом фоне на белом фоне то считай, что в этот белый фон сразу вложили знак подачи звукового сигнала запрещена а также перевозка грузов опасных взрывоопасных ядовитых вещей там же в белый фон забито однозначно большими-большими такими гвоздями что все были в курсе вот вот так ну вот в жизни может быть вот так видите вот такой вот дальше остановка запрещена ребята самое главное что часто путают знак остановка запрещена и стоянка запрещена круг перечеркнутый один раз перечеркнутый один раз это две буковки С друг с другом это две буквы С С это стоянка знак остановка запрещена дважды перечеркнули. Ну, в физике-то лампочка, вообще там была определяется лампочка. Ну, у геймеров это О, обычно. Ну, там примерно прикидывают. Вот. Ну, а мы должны понимать, что это просто буковка О. О, остановка. Остановка запрещена. Знак остановка запрещена. Запрещает как остановку, так и стоянку транспорта. Иными словами, нельзя совершить запланированное прекращение движения ТС на время до пяти минут или на более. Связанное с посадкой высадки пассажиров или загрузкой-погрузкой-разрузкой груза. Запланированное прекращение ТС на время до пяти минут. Более пяти минут не связано с вышеуказанными процедурами и стоянкой. Так. То есть, вот это вот зачетчик. В городе действует до выжившего перекрестка. Зона действия этого знака только на ту полосу, на которой он установлен. Если на дороге три полосы, а знак стоит на крайней левой, то по крайней левой ехать, остановиться запрещено. По крайней правой остановиться запрещено. то есть, он действует на стороне дороги. Вот. Этот знак на ту сторону дороги, на которую он установлен. В городе до перекрестка, за городом такие знаки практически не встречаются, но до отменяющего он конец всех ограничений. Знак отриточка 42. Дальше. Озывок запрещено. Озывок запрещено. Озывок запрещено. Стоянку всех. На которой установлен. Распространяется действия только на ту сторону в проезжей части, на которую установлен. То есть, она просреживает справа и слева. Дорога чистая. Машин на проезжей части нет. Вот. То же самое. Вот эта табличка до знака и от знака. Остановка запрещена. Тут просто не за счет. Вот такой вот. Вот видите. А вот такси стоит. Такси можно. В виде исключения. Про этот знак можно. Остановить свой электрон такси. Так. Следующий знак у нас. Стоянка запрещена. Вот этот значочек, что мы все видели. Вот она. Стояночка. Так. Вот так он еще. Может быть. И это там еще. И кроме служебных автомобилей. Там не организация. Какая организация? Запретили стоянку. Так. Но это еще полбеды. Есть еще знаки. Стоянка запрещена по нечетным числам. Или по четным числам недели. По четным днам недели. То есть. Вот этот вот. Значит. Вот эти два знака. Ну. Скажу честно. Раньше. Раньше. Когда-то еще очень давно. Их ставили вдоль. Ну. Я допустим. Я когда работал на ХЗД. Завод у нас такой был. Тракторный двигатель. На улице Киргизская. Сейчас его нету. Его уже давно. Это самое. Раз в Германию. Раз продали. Так. Раз уже не выпускаем. Скажем так. Так вот. Там стояли эти значки. На одной стороне и на другой стороне. Для чего? Я объясню. По определенным дням недели на завод привозилась составляющая. Какие-то там. А в определенные какие-то дни недели вывозилась готовая продукция. То есть двое разных ворот. Завозилась фурами. Для того чтобы фура заехала нужен большой такой радиус. Большой. Поэтому машины которые стояли с одной стороны. По нечетным числам дня. На четные числа переоднялись на другую сторону. Вот так переставлялись. Ну и время переставлялки машин. Помните да. Машины с 19 до 24. Ну как еще. Я уже показывал. Вот это вот. Вот эти вот. Видите. Нечетные дни и четные дни. То есть с одной стороны на другую сторону переоднялись на машину с 19 до 24. Как она в жизни. В жизни это выглядит примерно вот так. Видите машины там стоят. Они уже подснежники до весны припаркованные. Их уже никак не переставишь. Но это неправильно. Ну либо вот так. Видите вот. Знак по нечетным и по четным дням. Но судя по тому как это самое. Как оно стоит. Люди у нас не очень выполняют действия знака. Жесть конечно. Знаки по. Здесь видите выполнены. По четным дням. Дочеты лень пусто. А здесь с одной стороны стоит в машине. Вот. Ну и вот такая вот еще. Вот. И вместе с памяткой. В случае нормальной установки знаков. Перезонок с одной на другую сторону. Позвольтся с 19 до 24. Вот. Ну вот так это еще можно. Вот так показать. Картинка в общем-то та же. Здесь стрелочки. Видите. Я обозначил. Что стоят такие значки. Следующий табличка. Вернее знак зона стоянки запрещается. Знак зоны ограничения стоянки распространяется требованием на обе стороны дороги. Следовательно. Знак зоны ограничения стоянки формируется в реальную зону, в которой запрещается стоянка на всем указанном участке. Вот так. Так вот. Видите тут даже внизу красненький написан. Вот это вот именно памятка. Важно отметить. Именно стоянку транспортных средств. А не их остановку, которая с знаком разрешается. Стоянка запрещена. А вот останавливаться под знак стоянка запрещена. Останавливаться можно. На время до 5 минут или более. Если у нас погрузка выроской машины. Посадка и выроской пассажира. Вот такой вот знак можно ставить вот так. Видите применение. Как оно стоит у нас. Действует до отменяющего знака. Видите вот такая же картиночка была. Только там вот кто-то влепил вот эту картинку. Под вот этот знак зона 50. Вот. Ну не важно. Ладно. Вот. Вот. То есть отменяется только таким вот знаком. Или же конец всех ограничений. Вот так может еще быть в жизни. Зона стоянки. Чиф и черт. Все четко. Вот. Дальше. Туда сазилось чуть-чуть. Так что мы уже скоро-скоро-скоро. Так далее. Таможня. Знак таможни. Запрещает проезд без остановки у таможни контрольного пункта. Требования знака таможни очень просты. Войдет, где запрещается проезд без остановки на таможенном контрольном пункте. Необходимо остановиться перед стоп-линией, а при отсутствии не пересекать линию установки данного знака. Лишь после прохождения всех процедур проездки и только с разрешения работника таможни, поездки позволяется продолжить дальнейшее движение в запланированном направлении. Естественно, при условии положительного разрешения всех таможенных вопросов. Ну, обычно, вот, со знаком таможни, как правило, рядышком стоит знак стоп-контроль. Видите, вот на первом рисунке таможня 500 метров. То есть, предупреждая, что через 500 метров будет таможенная конь. Вы должны обязательно остановиться. Не вот здесь на знаке, а через 500 метров. Вот. Вот видите, как через окно, да, взятки. Импортным товарищам. Вот такой вот знак. Видите, тоже. Мы, пенсионар, что это можно. Можно там, в принципе. Вот. И рядом с ним будет стоять, в любом случае, где-то рядышком будет стоять знак стоп-контроль. Вот так еще. Может быть, мы это подсвечем. Это мощно налево 100 метров. Вот. И дальше будет знак стоп-контроль. Тоже знак проезд без остановки на контроле запрещен. Контроль. Запрещается проезд без остановки через контрольные пункты. Дорожный знак контроль используется для того, чтобы запретить выездить проезд без остановки на участке контрольных пунктов. Это может быть либо пост полиции, либо карантинный пост, либо въезд в приграничную зону и так далее. Кроме того, данным знаком означается место заезда на пункты оплаты при проезде по платным дорогам. Ну, вот. Ну, ладно, да, на ситуации какой-то там таможенный, наверное, все-таки связанный с таможней. Вот. Может быть, вот так. Стоп-контроль. И вон контролер идет. Может быть, вот так. На стулочке, наверное, контролер сидит. Ну, видать, ушел куда-то. Вот. Ну, и вот это вот, конечно, тоже мы уже видели картиночку. Дальше знак 3.42. Это конец всех... Самый любимый нами водителями знак конец всех запретов и ограничений. Введенный запрещающими дорожными однаками 3.20. Это кирпич. 3.25. 5.27.29. 3.33.3.37. Это остановка, стоянка запрещены. Вот эти вот все. Вот. 27.29 обводы. В общем, все вот эти вот... И пузыщи... Стоп. 3.29. Это у нас... Орочение скорости, если не ошибаюсь. Одно. Одно. Ошибаюсь или не ошибаюсь. Так. Ладно. Потом посмотрим. Тут я сейчас надолго был. Дафиг. Так. Дальше. Как это установится? Вот так. Вот он. Чук. В жизни-то вот он и так стоит. Видите, как красиво. Ну, и с хорошим какой-то. Нахарь. Прямо. И... Вот так может еще быть стоять. Видите, как. Может быть, вот так стоять. Вот видите, у нее... Представит девочка. Что у нас стоит? Знаете, почему? Она у нас храняет сумки. Там все дела. А муж поехал, видать, болгарку забыл. Сейчас спилят, машинку погрузят. В хозяйстве приходится. Так. Дальше. Следующий знак. Опасность. Опасность. Знак опасность. Видите, тут сразу памятка. Опасность. Запрещает дальнейшее движение всех без исключения транспорта в связи с дорожной, с ДТП. Пожаром или другой опасностью. Погодами, стихийными, бедствиями. Вы видите, я должен упомнить, что нарушение требований, допрещающего знака опасности, недопустимое. Бо знака дождает не столько теоретический запрет, сколько реальную опасность движения по данному участку. И одарение на предписание знака может автоматически означать либо катастрофу, либо еще более осложнение ситуации, дорожной ситуации. То есть, вот такой вот значок. Дейджер. То есть, видите, вот через 300 метров начинается действие знака. То есть, эти 300 метров мы можем еще поднихать, потому что там возможно будет какая-то дорога направо, и мы можем повернуть, или же можем развернуться. Так. Ну, вот так вот можно увидеть, да, зачем еще. Вот такая опасность. То есть, за блоками там вот что-то какая-то, яма, трубы какие-то, сварки что-то варят, яма, накопают. Вот, может быть, вот так еще, в связи с камнепадом. Ну, а правда, движение трактует, что этот знак ставится в местах проведения каких-то мероприятий, ну, типа, вот как у нас там Майданы всякие. Во время погодных стихийных мест и места, они все-таки, может быть, опасно, как вот в горах. Ну, и вот так еще может быть знак опасности. То есть, перекрыли дорогу, почему? Потому что, скорее всего, там очень много набилось людей, машин. Так, ну что, с этой темой мы закончили. Следующая у нас тема предписывающие знаки. Ну, мы ее будем проходить на следующей, на следующем занятии. А сейчас я бы хотел... Ребятушки, вас немножечко... Ну, да, спрашиваю сразу, есть ко мне вопросы или же нету по теме. Задаем, если ездим, если нет, не задаем. Так. Вот. О как. О как. Вы показывали знак пешеходный переход и рядом запрещающий с велосипедом. И сказали, что можно велосипедом пешеходного перехода... А он же запрещающий. Пешеходный... Не понял. Да, можешь на велосипеде действовать. Слазь с велосипеда, иди по пешеходному переходу. Дело в том, что когда на велосипеде, вы водите. А если вы слазите с велосипеда и ведете его в руках, вы пешеход. Да, да, да. Нет, ребят, не надо запоминать номера знаков. Ни в коем случае. Это не нужно. Это просто вообще... Вы что, запоминать номера еще знаков? Не-не. Там, где знак запрещен проезд трактору, был знак с двумя черными противоположными стрелками. Что он означает? Если в разные стороны, то понятно, да? Если же... Ну, знак вертикально... Давайте так. Вот эти стрелки... Давайте, мы сейчас еще дадим. Чтобы я сейчас не забегал вперед. Я вам лучше сейчас... Я лучше по вопросикам вас погоняю чуть-чуть. Пока у нас есть немножко времени. Когда мы же помним, что не действует правило правой руки. Ну, я же говорил, время... Ксения. Когда у нас регулируем перекресток. Когда стоит светофор, тогда у нас действует право правой руки. Когда у нас есть знак уступить дорогу или главная дорога, да? Вот тогда они действуют. Когда у нас нет никаких знаков, светофоров, регулировщиков, ничего нету, значит, это действует право правой руки. Вот так. Это у нас была картинка, там, где дорога как бы сбоку делает поворот, и мы вливаемся в эту дорогу. Я там сказал, что здесь не действует правило правой руки, потому что у нас знак уступить дорога. Люди идут по главной дороге, у них знак главная дорога. Хотя мы, как бы, по логике мы являемся помехой справа, но у нас знак уступить дорогу. Поэтому никакого помехи справа, если есть знаки приоритета. Так, еще вопросы. Или я буду задавать, пока еще есть мало-мало времени. Нет, если у вас есть, задавайте. Мне это тоже интересно. Так, знак замят черными противоположными стрелками. Что он значит? Так, где был знак трактор? Ой-ой-ой-ой. Запрещено движение трактора. Вот это очень-очень далеко. Сейчас я попробую его найти. Все-таки я попробую найти. Понимаете, что вам интересно? Что же там за стрелки такие? Какие же там такое... Ой-ой-ой. Чудо-ну. Какие же там картинки, что я не заметил, а? Сейчас, 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 найду. Просто далековато. Так, трактор. По-моему, я нашел. Ох! Я вас понял, что за стрелки. Я понял. Две вертикальные стрелки. Ребята, ну это же выезд на дорогу с двухсторонним движением. Сейчас я вам покажу. Я нашел эту картинку. Ё-моё. Вот она, эта картинка. Правильно? Вот она. Знак стоп. Говорит о том, что у нас... Мы должны остановиться. Производ остановки запрещен. Трактор выезд на дорогу на эту запрещен. Мы выезжаем на дорогу с двухсторонним движением. То есть, фактически, мы ехали по дороге с односторонним движением. Вот. А я уже думал, что ж такое, ёлки-палки. Чуждитый я просмотрел. А тут ещё правильно. Ещё и знак, кстати, ну, скажем так, слегка калечный. То есть, это какой-то само-пал. Вот. Ну всё, слава Богу. Теперь понятно. Хорошо. Так. Так что? Парочку вопросиков задам вам, как вы смотрите. Или на праздник... Ну, на выходные ничего не учили. Что, мы готовы? Задавайте. Хорошо. Слушайте, я вас уже люблю. Ё-моё. Какая прелесть. Так. У-у-у-у. А что-то я сделал? А. О. О. У нас же она была. Хорошо. Внимание. На экран. Вопрос номер один. Опа. Указанный дорожный взгляд предупреждает. О, как. Уже сразу начали. 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 Правильно. 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 О, я сегодня хорошо так. Еще я выкрою время чуть-чуть, чтобы вопросики позадавать. Правильный ответ. Ответ номер один. Все правильно. Молодцы. Ничего не могу сказать. Сделали красиво. Внимание на экран. Вопрос номер два. Оп. Я же вам говорил, что я как попало вопрос. Здесь создано не так, как у води. А там или у кого-то не по очереди вообще никак. Вопрос номер два. 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 Хорошо, хорошо. Молодцы. Только что-то маловато у нас как-то. она же не 8 человек 8 человек я вижу в видеочате у нас поболее 14 человек как-то вот ладно хорошо, правильный ответ ответ номер 2 внимание вопрос номер 3 вопрос номер 3 вот как интересно, да? вот честно скажу вот вижу, что Лена Елена у нас не дочитала до конца вопрос я сам когда прочитал думаю, да, ёлки-палки тут четвертый потом дочитываю с двумя и более путями какой из изображенных дорожных знаков становится непосредственно перед железнодорожным переездом без шлагбама с двумя и более путями вот и вот тут понятно, что получается правильный ответ ответ все-таки 3 не 4 а 3 а так молодцы все, в общем-то, ответили уже это самое внимательно ну это самое невнимательно это нормально в принципе я же говорю я сколько вот замечал много лет уже замечаю что обычно делают не потому что не знаю нет а потому что просто-напросто либо невнимательно прочитали вопрос либо недочитали вопрос ну либо же ответы невнимательно прочитали или недочитали вопрос номер 4 внимание на экран вопрос номер 4 да и да ну и и и и и Продолжаем. 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 Ответ номер 1. Внимание на экран. Вопрос номер 5. У нас у этого 5 еще 2. О, как разошлись, да? Мнение. Да. Интересно, интересно. А я говорил, я правда сказал вскользь, вскользь сказал. И по поводу знака Гетти, и по поводу знака, это самое, 1.27, дорожная работа. Но сказал вскользь. Ребята, вынужден многих из вас огорчить. Не всех, но многих. Правильный ответ, ответ 4. У этого, еще спильного, вот этих дорожных знаков. Это то, что они повторяются в населенном пункте. То есть, если стоит знак Осторожно, Дети, то через какое-то расстояние должен еще стоять второй знак Осторожно, Дети. Обязательно. 1.37 тоже может повторяться несколько раз. Помните, я показывал картинку, на которой стояло ограничение скорости 70, знак дорожной работы, ограничение скорости 70. Дальше опять ограничение скорости 50, знак дорожной работы. А третье вообще не видно. Ну, там, правда, был по поводу либо сужения дороги, либо что-то еще, не помню точно. Какой-то под другой знак мы смотрели. Но я сказал, что, видите, я говорю, знаки повторяются. Эти знаки повторяются в населенном пункте. А первый неправильно. А при чем здесь только со знаком обмажения скорости? А я вам скажу, знак Дети стоит и без знака ограничения скорости. Точно так же дорожная работа может стоять вообще без знака ограничения скорости. Он может сам по себе стоять. Нет, нет, нет. Вот действительно то, что у них одинаково, это то, что они повторяются. Это то, что постоянно. То есть, если ставится один, то через какое-то расстояние должен стать еще один знак. Как минимум один. А может быть и два. То есть, только если, что 1,33, это постоянные знаки, они постоянно стоят один, а через какой-то промежуток стоит второй. Вот обратите внимание, будете в городе не доехать, в школу там или еще чего-нибудь. И посмотрите, сдалека, когда помещаешь, стоит один знак Дети. Потом хоп, стоит еще один знак Дети. Ближе к школе. Я серьезно говорю. И вот этот, ближе к школе, может стоять с ограничением скорости. А может тот стоять. Но в городе 50 км часа, она и так маленькая скорость. Конечно, если это узкая дорога, там, действительно, школа подходит вплотную к дороге, тогда да, может быть и с ограничением. Поэтому правильный ответ. Ответ 4 все-таки. А первый неправильно. Так, и давайте, наверное, на этом будем заканчивать. Уже 10 минут практически у нас. Вот. Домашнее задание. Сегодня вообще понедельник, как говорят. День тяжелый, после праздников. Тем более вечером. Все устали. Так, а завтра, если что, мы можем, даже и будем продолжать. Пишу вам домашку. Ну, куда же мы без домашки? Правильно? Домашка. Прочитать. Пункт. 8. До 8. 4. Г. Если не ошибаюсь. До Г. Это 84 Г. А также. А также. Номер 33. 1. 33. 33. 2. 33. 3. Вот. Внимание. То есть, это домашечка. Это прочитать. То есть, что это? Это дорожные знаки, которые мы сегодня проходили. Вот. Ну, 33.1 это предупреждающие. Мы их в прошлый раз проходили. Вот. А 33.2-33 мы сегодня прошли. Знаки приоритета и запрещающие знаки. То есть, прочитать. Ну, в принципе, уже получается повторить. Поговоря повторить их. Вот. Ну. Вот. Скажем. Скажем. Скажем так. Вот. Если есть вопросы. Задаю. Еще. Если вопросов нет. То тогда будем упрощаться. Как? Кстати, сегодня днем выключали свет на 2 часа. Так что, я, честно сказать, понервничал. Думал, не будет сегодня занятия. Ну, слава Богу, все нормально. Так, ребятки. Ну, раз тишина в чате, значит, все понятно. Вот. Всем спокойного, тихой ночи. Хорошего, спокойного вечера. Завтра нормального, хорошего дня. До завтра, до 18.30. До свидания. Всего доброго, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok